Добрый вечер! Вас приветствует служба информации канала РТВСИ в студии Ирина Шахова. Глава Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров официально подтвердил, что смертник, устроивший теракт в аэропорту Домодедово, являлся уроженцем ингушского поселка Али-Юрта Магомедом Евлоевым. Также Евкуров подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что в причастности к теракту подозревают брата и сестру Евлоева. По словам главы Республики, следователи полагают, что юноша и девушка знали, чем занимается их брат, однако ничего не рассказывали родителям. По данным РИА Новости, на данный момент следователи установили личности семерых людей, причастных к теракту в Домодедово, включая самого смертника. Их имена СМИ называют разрозненным. Практически все источники сходятся лишь на том, что смертником был 20-летний Магомед Евлоев, а помогали ему брат и сестра Ахмед и Фатима, соответственно, 1994 и 1988 годов рождения. Юноша и девушка арестованы. Также СМИ сообщали, что в причастности к теракту подозревают 20-летнего Адама Ганижева. По данным одних источников, он находится в розыске, по данным других – задержан, но пока не арестован. Кроме того, некоторые СМИ сообщают, что в розыск объявлен ислам Евлоев 1987 года рождения. Напомним, что в результате теракта в аэропорту Домодедово 24 января на месте погибли 35 человек. Еще один человек позднее умер в больнице. Первоначально в СМИ появлялись сообщения о том, что в причастности к теракту подозревают членов Ногайского Джамаата, в частности уроженца Ставрополя Виталия Раздобудько. Но впоследствии выяснилось, что Ногайский Джамаат подозревают лишнюю в неудавшейся попытке устроить в Москве два теракта в новогоднюю ночь. По версии следствия, неудавшиеся новогодние теракты и взрыв в Домодедово никак не связаны между собой. 8 февраля на одном из исламистских сайтов появилось обращение лидера Имарата Кавказ Доку Умарова, который взял на себя ответственность за теракт в аэропорту. В то же время следователи настаивают на том, что группа террористов действовала автономно. В целом, ряде египетских городов начали забастовки работников, выдвигающих как политические, так и экономические требования. По данным издания, не вышли на работу около 6 тысяч сотрудников сервисных компаний, принадлежащих оператору Суэцкого канала, одному из главных предприятий страны. Пока это правда никак не отразилось на судоходстве через жизненно важную для мировой экономики артерию, связывающую Средиземное море и Индийский океан. Там же в Суэце начались забастовку более 2 тысяч работников местной текстильной фабрики, а в Луксоре на улице с экономическими требованиями вышли люди, занятые в туристическом бизнесе. Последние несут убытки из-за массового бегства иностранцев из Египта. В городе Махало полторы тысячи текстильщиков перекрыли важнейшие дороги, требуя разрешения длительного трудового спора с работодателем. В городе Кесна забастовку объявили 2 тысячи сотрудников местной фармацевтической фабрики. В Асуане около 5 тысяч безработных пошли на штурм резиденции губернатора, требуя его отставки. В Каире объявили забастовку сотрудники муниципального коммунального предприятия. Они собрались у головного офиса компании и потребовали смены ее руководства. Кроме того, примерно тысяча журналистов пришла к зданию газеты «Аля Храм» – египетского аналога «Советской правды». Они требуют свободы печати и компенсации семьям двух их коллег, убитых во время беспорядков на площади Тахрир. Кроме того, по данным агентства Reuters, за смену действующего режима выступают уже не только горожане, но и жители сельской местности. На ближайшую пятницу в стране вновь запланировано проведение марша миллионов, призванного показать руководству страны намерение оппозиции добиться выполнения ее главных требований, немедленной отставки Мубаракам и проведение коренных демократических преобразований. Последние несколько дней политологов, прессу и депутатов оппозиционных фракций Федерального парламента беспокоят результаты переговоров канадского премьер-министра Стивена Харпером и президента США Барака Обамы. Подписанная ими декларация о новых мерах по охране внешних границ двух государств и пересечении гражданами обеих стран границы между США и Канадой заставляет задуматься. Некоторые депутаты из оппозиции считают, что новые договоренности заставят Канаду поступиться определенной частью суверенитета, если правительство согласится предоставлять информацию о своих гражданах правоохранительным органам США. В связи с этим компания Харрис де Сима по заказу агентства Canadian Press провела опрос общественного мнения, который показал, что канадцы намного терпимее относятся к последним договоренностям. Более того, 70% из числа опрошенных заявили о том, что приветствовали бы создание совместной инфраструктуры по охране границ, 75% респондентов поддерживают обмен информацией, а 84% опрошенных выступают за совмещение функций и правил агентств, отвечающих за безопасность пищевых продуктов. Именно по вопросам, заданным канадцам в начале недели, и договаривались в прошлую пятницу Харпер и Обама. Квебекский колледж врачей обеспокоен участившимися случаями неблагополучных родов в провинции. По данным представителей колледжа, за последние 10 лет в провинции из-за ошибок медиков пострадали 6 рожениц. Две из них умерли сразу после родов. Количество жалоб от пациентов на плохое медицинское обслуживание в последнее время увеличилось. «За последние 10 лет мы рассмотрели 105 жалоб и пришли к выводу, что в 6 случаях пациенты не получили нужную помощь», рассказывает пресс-секретарь колледжа врачей Изабель Жерар. «Я не могу поверить, что женщина умирает во время рода в 21 веке. Такое возможно лишь в странах третьего мира», комментирует ситуацию Гонди Эл Кам, муж роженицы, погибшей в клинике Мезанов-Розмонд в 2008 году. По словам отца троих детей Гонди Эл Кам, его жена не могла дождаться медицинской помощи в течение 20 часов, при том, что все это время она находилась в больнице. Между тем, в Ассоциации акушеров Квивека отмечают, что материнская смертность в провинции находится на самом низком уровне в Северной Америке. Ежегодно в Квивеке рождается около 9 тысяч детей. В западном Ванкувере несколько сотен владельцев собак на воскресенье вместе с питомцами приняли участие в акции протеста Barking Mad, что в переводе означает «яростная лайни». Участники демонстрации резко осудили убийство сотни издовых собак породы сибирских хаски по приказу руководства компании Outdoor Adventures. Ожидалось, что в мероприятии примут участие до тысячи человек со своими собаками, однако ливень нарушил планы многих из них. В демонстрации участвовали и защитники прав животных, призвавшие ужесточить наказание для людей, жестоко обращающихся с меньшими братьями. В конце января появилось сообщение о том, что Outdoor Adventures из Уистлера, Британская Колумбия, который принадлежит популярный спортивный курорт, решила уменьшить количество имеющихся ездовых собак на треть из-за падения спроса на катание на собаках после Олимпиады. В результате около сотни животных были убиты жестоким способом. Им стреляли в голову, а выжившим перерезали горлом. Между тем выяснилось, что все собаки были здоровы. Более того, многие жители провинции выразили желание взять их к себе домой, если бы такое предложение поступило. В субботу подобная акция протеста прошла в Уистлере. В ней приняли участие несколько сотен человек. Крупнейшие фондовые биржи Британии и Канады планируют объединиться. Лондонская фондовая биржа в среду сообщила о планируемом слиянии с крупнейшей канадской фондовой биржей TMX Group. Объединение двух торговых площадок на равных условиях приведет к образованию биржевого игрока мирового значения. Переговоры о слиянии лондонской и торонтской фондовых бирж могут завершиться уже на текущей неделе. В случае положительного исхода переговоров новая биржевая компания располагаться будет в двух финансовых центрах. Ее капитализация составит около 5,5 млрд фунтов стерлингов, а для горнодобывающих компаний станет крупнейшей в мире торговой площадкой. На региональных рынках Канады и Британии эти две биржи являются крупнейшими игроками. Лондонская биржа контролирует рыночную площадку торговли облигациями МТС в Европе, а также итальянскую биржу Борса Итальяна. TMX Group в свою очередь контролирует не только биржу в Торонто, но и бостонскую биржу опционов и монреальскую биржу. Автоконцерн Ford в США и Канаде отзывает порядка 2000 автомобилей Ford Explorer текущего модельного года. Причиной этому послужило обнаружение неполадок в механизме ручной регулировки сидений. Первые сведения о наличии дефекта в автомобилях Ford Explorer были получены еще в середине декабря прошлого года. Тщательный осмотр машины выявил факт несанкционированного сдвижения вперед средней секции сидений. Чтобы устранить технологический дефект, на Чикагском сборочном заводе приостановили конвейер. Кроме того, для исправления дефекта автопроизводитель приостановил продажи автомобилей данной марки. В настоящее время Ford отзывает автомобили у владельцев. Отзыву подлежат автомобили Ford Explorer, выпущенные за период с 15 июня до 15 декабря 2010 года. В России Ford Explorer появится только летом 2011 года, когда неисправность будет уже устранена и на расчет страховки таким инструментом, как калькулятор ОСАГО, не повлияет. Квартальная прибыль компании Coca-Cola резко выросла благодаря третьему подряд кварталу хороших продаж в Северной Америке. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков сообщил, что его чистая прибыль составила 5,77 млрд долларов или 2,46 доллара на акцию. Для сравнения, в прошлом году цена одной акции составляла 66 центов. Без учета единовременных выплат показатель составил 72 цента на акцию, совпав с ожиданиями аналитиков. Чистая выручка выросла на 40%, из которых 37% роста связано с покупкой в октябре ботлинговых компаний в Северной Америке. Объем продаж в макрорегионе поднялся на 8%, в том числе за счет новых брендов. Органические объемы продаж выросли на 3% по сравнению с ростом на 2% в третьем и втором кварталах. В преддверии дня Святого Валентина интернет-ресурс Amazon обнародовал список самых романтичных городов в Канаде. Рейтинг возглавил город Виктория, который является столицей провинции Британской Колумбии. Список составляется ежегодно. Чтобы в него попасть, город должен соответствовать нескольким требованиям. Например, в нем должно проживать как минимум 100 тысяч жителей. Само же звание самого романтичного города ресурс присваивают после оценки таких показателей, как объем продажи любовных романов, романтических фильмов, книг об отношениях, дисков с лирическими мелодиями и т.д. При этом объем продаж пересчитывается на души населения города. В нынешнем году в список помимо столицы Британской Колумбии вошли еще 5 городов. Это Гелф, Калгари, Антарио, Соскатун и Оквиль. В этих городах мужчины предпочитают проводить время с любимыми, а не играть в покер. Интересный факт. В нынешнем году в список романтичных городов не попал ни один большой канадский город. Так, в рейтинге не присутствует ни Торонто, ни Ванкувер, ни Монреаль. В продолжении выпуска новости спорта. Нападающий сборной России по хоккей Николай Кулемин принес победу Торонто Maple Leafs в матче регулярного чемпионата NHL против New York Islanders. Вечером 8 февраля Торонто выиграл на выезде со счетом 5-3, а Кулемин в свою очередь забросил победную шайбу. Гол ворота Islanders стал для Кулемина 20-м в нынешнем сезоне. Кроме того, на счету россиянина 20 результативных передач. Торонто занимает 12-е место в Восточной конференции. От зоны плей-офф команда отстает на 8 очков. Из остальных матчей, сыгранных в ночь, на 9 февраля стоит выделить домашнюю победу New Jersey Devils над Каролиной Hurricanes. 3-2 в овертайме. Российский нападающий Devils Илья Ковальчук отметился результативной передачей. Женская сборная Канады по керлингу, которая выиграла серебряные медали домашней Олимпиады в Ванкувере, прекратила свое существование. Главной причиной распада стало поражение в одном из местных турниров. Как сообщила глава команды 44-летняя Шерил Бернард, распад команды не означает прекращение карьеры спортсменок. Возможно, все они окажутся в других командах. Еще до публикации очередного официального сообщения о состоянии разбившегося в ралли Роберта Кубицы, итальянская пресса со ссылкой на специалистов клиники Санта-Корона пишет, что минувшая ночь прошла спокойно. Кубица сильный пациент, его организм очень хорошо реагирует на проведенные операции. Состояние Роберта немного улучшилось, комментируют медики. Роберт проснулся в хорошем настроении. Доктора считают, что это очень важно для выздоровления. Он даже обменивался шутками с медперсоналом, а также с представителями команды «Лотус Рено», среди которых был и Виталий Петров, навестивший его сегодня утром. Кубица также попросил принести ему в палату портрет папы римского Иоанна Павла II. По решению команды и менеджеров-гонщиков, дальнейшее лечение Роберта Кубицы будет проходить именно в клинике Санта-Корона. В Абудаве состоялась торжественная церемония вручения мировой спортивной премии, также называемой спортивным «Оскаром». Лучшими спортсменами 2010 года стал испанский теннессист Рафаэль Надаль и американская горнолыжница Лин Сивон. Лучшей командой года ожидаемо стала сборная Испании по футболу, впервые ставшая чемпионом мира. В категории «Прорыв года» победил гольфист из Германии Мартин Каймер, а великий итальянский мотогонщик Валентино Рости, восстановившийся после перелома ноги, получил награду в категории «Возвращение года». Награду за выдающиеся достижения и вклад в развитие спорта получил экс-капитан сборной Франции по футболу Зинедин Зидан, недавно принявший участие в продвижении катарской заявки на право проведения чемпионата мира 2022 года. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите нас завтра в это же время. В студии была Ирина Шахова. Всего вам доброго.